настоящим напоминаем что посещение различных заброшенных объектов может быть не только уголовно наказуемым но и попросту опасным для жизни поэтому наш фильм ни в коей мере не является призывом к действию и в дальнейшем подразумевается что вы отдаете себе отчет своих действиях если таковые последуют прежде чем отправляться в любую экспедицию вы должны внимательно ознакомиться со статьей 20.17 кодекса российской федерации об административных правонарушениях которое называется нарушение пропускного режима охраняемого объекта а также со статьями уголовного кодекса российской федерации номер 215 часть 4 незаконное проникновение на охраняемый объект и статья 283 часть 1 незаконное получение сведений составляющих государственную тайну здравствуйте дорогие друзья началась весна приближается новый сезон исследований и каждый из вас может принять участие в экспедиции либо организовать свою в одном из предыдущих фильмов мы рассказывали как подготовиться к экспедиции продолжительностью несколько дней многие из вас спрашивали а что если у меня нет возможности поехать на несколько дней но я могу посвятить исследованием один день допустим выходной тогда что мне тоже нужно иметь весь перечисленный в том фильме комплект вовсе нет все зависит от того какого рода экспедицию вы планируете провести и какова ваша стартовая позиция потому что одно дело это намеренно поехать на исследование прямо с утра на весь световой день и совсем другое дело когда вы например в командировке и у вас выдалось полдня свободного времени поэтому давайте обо всем по порядку исследование можно проводить пассивно изучая документы в архивах библиотеках энциклопедиях и пройс в интернете это важная работа и ее также нужно кому-то делать однако куда интереснее проводить активные исследования лично посещая и изучая различные места и объекты причем такие экспедиции вполне могут быть разновидностью активного отдыха попадая под определение поход выходного дня однако следует помнить что непосредственно к самим исследованиям нужно относиться крайне серьезно как в плане изучения предполагаемого объекта так и в плане соблюдения правил техники безопасности и тем более норм закона тут хочу заметить что еще до поездки находясь дома вам нужно определиться с интересными местами и предполагаемым маршрутом также еще до поездки стоит позаботиться о проводники который покажет город и окрестности и расскажет про него и так сегодня мы поговорим про снаряжение для исследователя на однодневную поездку предположим по необходимости своей основной работы вы отправляетесь в однодневную командировку в город в котором никогда ранее не были и вам очень хочется посмотреть интересные места и сооружения прибыв рано утром в новый город вы успешно выполнили свою основную работу уже к обеду а поезд только вечером чтобы не тратить время впустую вы решаете осмотреть местные достопримечательности перекусив отправляемся за новыми впечатлениями не обязательно сразу лезть в разрушенные здания и катакомбы начать можно и с музея из экскурсии если они есть составив заранее план на трех четырехчасовую прогулку вы сможете хорошо отдохнуть получить новые впечатления заполнить несколько карт памяти различными фотографиями и узнать что-то новое для себя а уж публиковать в интернете фотоотчет и видеоролики или нет выбор только за вами но даже если свободное время появилось неожиданно в любом случае отправляясь другой город нужно разместить в карманах вещи которые могут спасти и вашу жизнь и помогут быстро сориентироваться если потеряетесь при этом не нужно фанатично подходить делу и набирать все подряд достаточно просто обдумать каждую мелочь и отдавать себе отчет о том куда вы пойдете и зачем важно понимать что если у вас осталось всего пол дня то про заброшки сразу забудьте даже если они находятся недалеко для исследования заброшек помимо списка который будет озвучен далее еще нужен толковый напарник который сможет позвать на помощь если безобидной экскурсии пойдет не по плану и единственный вход в подвал заброшки обрушится прямо за вашей спиной и так список самого необходимого этот список нужно иметь не только при исследовании заброшек а вообще любому кто отправляется в однодневный поход либо едет в другой город в командировку на экскурсию в гости и так далее обстоятельства вашей поездки могут быть разные но алгоритм действий по выживанию примерно одинаков первое деньги и документы это должен быть паспорт или ламинированная ксерокопия первой страницы паспорта и страницы с группой крови лежать должны быстро доступном кармане чтобы при необходимости вы смогли обратиться в полицию или медучреждения если понадобится так как с копией паспорта с вами будут разговаривать более любезно если есть хронические заболевания требующие особого отношения например сахарный диабет и требуется ежедневные инъекции инсулина то важно вложить в паспорт или положить рядом с его копией ламинированную визитку что-то типа жетона в которой будет указано тяжесть хронического заболевания норма инсулина и время приема это спасет вам жизнь если вы будете без сознания в момент обнаружения спасателями также быстром доступе должны быть билеты на экскурсию музей частную территорию при этом о надежности быстродоступных карманов нужно позаботиться заранее чтобы ничего не потерять наличные банковские карты и список важных телефонных номеров и адресов можно положить в бумажник даже если вы едете всего на один день и знакомое место они у вас все равно должны быть ну это прописная истина понятно я думаю всем при этом в списке телефонов адресов обязательно должны быть координаты родственников или работодателя пославшего в командировку на случай если опять же вы не сможете говорить сами второе одежда в зависимости от сезона и обстоятельств платок и юбка для женщины брюка и рубашка для мужчины или футболка обязательно с рукавами это нужно обязательно если планируете посещение действующих храмов вне зависимости от пола спортивные брюки и олимпийка удобная обувь головной убор панама кепка это нужно обязательно если планируете посещение заброшенных храмов дождевик или зонт теплая кофта или свитер желательно шерстяной так как заброшенных зданиях обычно холодно даже летом латексные или резиновые перчатки они защитят кисти и пальцы рук от химических ожогов и загрязнений не давай никаким образом негативно повлиять на кожный покров третье средства личной гигиены еда напитки ну во первых нужны маски для лица как обычные к видные так и полноценный респиратор ибо в старинных зданиях много пыли а если в них замурованы окна то есть стоячий воздух то еще и много плесени не стоит всем этим дышать ради красивого кадра не будут лишними строительные очки для защиты глаз от той же пыли также нужны влажные салфетки антисептики чистая вода для питья бутерброды и фрукты яблоки бананы чтобы перекусить в течение дня не будет лишним иметь собой пару банок тушенки не стоит полагаться на расположены рядом придорожные кафе так как будучи запертыми в подвале вы не сможете попасть в это кафе ну и само собой нужен мешок для мусора важно не только свой мусор забрать но и по возможности забрать мусор оставленный другими исследователями 4 аптечка лучше пусть она будет и не нужна чем понадобится а ее нет первым делом в аптечку необходимо обязательно положить запас своих основных лекарств по предписанию врача если таковые вам назначены например тот же инсулин если у вас диабет также в аптечке должны быть обезболивающие средства от изжоги сердечные препараты средства от диареи и от аллергии положите побольше широких бинтов с запасом минимум 3-4 рулончика все равно мало кто умеет правильно накладывать повязки поэтому обычно много бинтов перепорчено впустую обязательно положите кровоостанавливающий жгут ибо в случае артериального кровотечения никакие бинты не помогут и побольше различного лекопластыря очень полезная и очень нужная в хозяйстве вещь 4 электроника телефон для связи и зарядное устройство к нему фотоаппарат для фото видеоотчета и аксессуары к нему аккумуляторы батарейки powerbank карты памяти наушники наручные часы смартфон планшет или маленький ноутбук для оперативного поиска информации прокладывание маршрута записи важных сведений и мыслей сохранение отснятого материала с камеры кстати пользуясь случаем выражаю огромную благодарность подписчику тимуру подарившему нам такой ноутбук ибо до него все свои мысли и наблюдения приходилось записывать карандашом в блокнот обязательно возьмите фонарик и причем не один на фонарях вообще лучше не экономить и фонари должны быть разные карманные налобные аварийные желательно водонепроницаемом корпусе обычные карманные или налобные фонарики для съемок например в темном подвале вряд ли помогут но вот в лесу в сумерках это становится очень важным обязательное условие чтобы фонарь долго и хорошо светил 5 прочее ну сюда можно отнести нож или мультитул с длиной лезвия хотя бы ширину ладони больше не нужно меньше тоже главное чтобы можно было перерезать веревку или открыть банку тушенки средства добычи огня для разогрева например чая в лесу тут нужно отметить что разжигание костров в черте города даже возле заброшек в большинстве случаев является административным правонарушением лучшим средством добычи огня является зажигалка ибо если для спичек огниво и прочего вам нужно две руки то зажечь огонь зажигалкой можно одной рукой это может оказаться принципиально важным если вторая рука например повреждена и вы не можете ей двигать при этом крайне не рекомендуется пользоваться зажигалкой без острой необходимости если с вами все в порядке то используйте спички так как зажигалка это ваш нз особо подчеркиваю если так случилось что вы оказались заперты под землей на длительный срок то вообще крайне не рекомендуется использовать открытый огонь так как возможно скопление огне опасного газа ну и само собой нужен свисток многие насмехаются над этим аксессуаром однако на моей практике был случай когда в одной из экспедиций соратника завалило в подвале и за поднявшиеся пыли он не смог кричать но благодаря свистку смог дать о себе знать и позвать на помощь кстати когда человек оказывается в подобной ситуации то он как правило находится в шоковом состоянии и может напрочь забыть о средствах связи таких как телефон или рация телефоном еще нужно даже разобраться потыкать по экрану чтобы сообразить кому звонить а свисток всегда висит на шее и не требует батареек в том случае если вы целенаправленно планируете поездку на интересные объекты список озвучены только что будет всего лишь маленькой частью необходимого оборудования которое нужно взять с собой здесь важно помнить простое правило лучше что вещь есть но не нужно чем нужно но ее нет так например однажды в однодневную экспедицию нам пришлось брать с собой дрова для костра ибо там куда мы отправлялись не было даже кустов друзья подводя итог чтобы начать заниматься исследованиями у вас должно быть обыкновенное любопытство стойкое желание его удовлетворить некоторое количество свободного времени и полезные помощники как вы поняли данный список не является окончательным или обязательным к исполнению я рассказал только о необходимых вещах и только на основании собственного многолетнего опыта а каждый из вас дополнит этот список всем кто считает полезным и еще раз хочу напомнить нельзя проникать в охраняемые объекты действующие объекты инфраструктуры и находящиеся на балансе у организаций за проникновение в подобные объекты имеется серьезная административная а подчас и уголовная ответственность а есть места просто опасные сами по себе органы государственной власти местного самоуправления обязаны принимать меры для предотвращения свободного доступа на заброшенные объекты так как они представляют потенциальную угрозу жизни и здоровью граждан любой кто их посещает делает это на свой страх и риск так что возможно многим из тех кто мечтает стать исследователем достаточно будет просто знакомиться с темой и ограничиться изучением документов в архивах и библиотеках а лазят пускай другие друзья берегите себя удачных вам исследований и интересных открытий в новом сезоне